Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Чем тебе запомнилось в Бразилии? Даже так вопрос, да? Чем запомнилось? Вообще, запомнилось... Ты знаешь, наверное, да, пока, пока, во всяком случае, напомнится. Больше всего это вот этой разбежкой нищеты, богатства, да? Но именно грязь. Самая запоминающаяся-то грязь, да? Знаешь, оно не то, что... Шоковая терапия была. Да, оно шоковое было. Как-то едешь Рио-де-Жанейро, да, Сан-Пауло, Бразилия, карнавал, а тут моча, лежащее эти, воровство, да? Вот, ну это вот первое такое. Ну а так, любое путешествие меня всегда впечатляет, мне всегда хорошо, да? Не, ну здесь, конечно, вот этот шок был. Особенно утро, я вспоминаю утро в Сан-Паулу, это вот когда мы ночью прилетели, а ночью, казалось бы, там автобус с аэропорта, приезжаешь в отель, ты селишься в отель. Момент, когда мы селились, у меня возникло какое-то такое смутное чувство, потому что мы там проходили маленький кусочек по улице, вот эти метры по улице. Их хватило для какого-то такого странного что-то. Их хватило, чтобы периферийным зрением зацепить что-то непонятное. Ну ладно, темно и темно. Кстати, очень сильно удивило отсутствие людей на улицах. Это, конечно, шоком было, что людей на улицах просто нет. Вообще нет ночью. И в Рио-де-Жанейро их нет. Просто пустые улицы. Я даже фотографии сделала, вот когда огромная длинная улица, и ни одной тени, ни одного силуэта, ни одной машины, ничего. Просто пусто, вымер город. И вот это, конечно, ну ладно, настораживало. Это та же разбежка, кстати, нищета и богатство. То же самое. Разброс. Вот это день и ночь, разброс. Когда есть люди и нет ночью. Смотри, результат-то какой. Вот это нищета. Их очень много нищих. То есть там процент высокий. И дальше очень много богатых. Очень богатых. А среднего класса и нет. А он размазал. Он не заметен. Он как бы, знаешь, так вот размазал. И вот за счет того, что вот этого среднего класса почти нет, это получается как разрыв. И именно этот разрыв заполнился нищими. Отсутствием образования, отсутствием воспитания, отсутствием культуры, отсутствием очень большим количеством наркотиков. Так что даже если этот средний класс и есть, то захват нищими детей там в школьном возрасте, тем же Крэгом и так далее, просто захватывает и детей уволокит. И так что даже у этого среднего класса, единичного, который есть, считается неплохим. Ну и что, что я продаю наркотики? Ничего в этом страшного нету. То есть у них вот эта видоизменена их система ценностей. Ничего, что я участвую в карнавале, и тут же суну автомобиль или через автомобиль, чтобы не приседать, чтобы вообще не отрываться от толпы. Это нормально. Где же это нормально? Ну и вот эти нищие, лежащие на улицах, когда утром вот Саша с Димой и с Ярославом пошел на улицу просто прогуляться, я осталась лежать в кровати, говорю, идите, они вышли. И вот первый шок, когда они пришли и начинают ржать. И у меня тоже запомнилось. Я думала, что они стебутся. Они говорят, выйди на улицу, и ты попадешь в ад. Я говорю, какой ад? Они ржут. Потом ты хочешь увидеть, что как лежат трупы и воняют, и мухи над ними кружат. И я понимаю, что вроде они стебутся, но как-то они так реально стебутся. И потом я вышла и увидела вот эту всю красоту. Я там кусочек даже на видео сняла и выложила в Инстаграм. Вот для меня тогда был шок. И я понимаю, что если бы у них был средний класс нормальный, то этого бы не было. Да. Средний класс спрятан и прячется. И при этом у этого среднего класса у него, знаешь, такое есть все тайное. Тайное. То есть можно и наркотики тебя не заметят. Да, и это можно, и это можно. И можно быть богатым, и тебя не заметят. Но при этом ты и туда, и туда. То есть ты невидим. Ты невидим становишься. И смотри, и полиция, она же тоже невидимая. Микрорайоны с Крэгом. Полиция ж туда даже не заезжает. Если труп, то выкинут за пределы микрорайона. И все. А туда даже они, даже полиция, боится войти на территорию, где распространяют наркотики. Слушай, это какая сила нищеты. Как это? Низкий уровень сознания завладел конкретно Огромными территориями. Огромными территориями. Паразит. Паразит, да. Просто паразитарное сознание. И при этом, смотри. Себя разрушает. В тот же день, утром в Сан-Паулу, когда вернулись в номер, Саша включает новости, там новости. Перестрелка в Рио-де-Жанейро. Между собой наркобанды воюют. И мобильное приложение. В какие части города нельзя в это время приезжать? Где идет перестрелка наркокартелей? Вот в нормальной голове это укладывается? Что даже мобильное приложение сделано. Настолько неуправляемая эта сила разрушения. Представляешь? Это сила нищеты, сила лени. А смотри, за счет чего сила лени? Сила деградации. Если у нас нищий где-то останется на улице, он замерзнет. У нас для того, чтобы выжить, надо все равно искать, как тебя покормить. По-любому. Надо что-то делать. Это потому, что у нас и холодно. И голодно. И голодно. Смотри, а там лег под мостом. Даже с женой поругался, пошел под мостом поспал. Тепло, хорошо, дождик помыл, в океане искупался. Никаких проблем. То есть получается, что идет прямая деградация. Погодные условия, климат еще этому способствует. И то, что там круглый год все, что хочешь, растет. И можно не выращивать самому, использовать чужое. Тоже как варианты, конечно. Ну и ж конкретно развивается паразитарное сознание. Причем оно не развивается. Оно уже само себя съедает. То есть съедает территорию, на которой жей питается. То есть на самом деле Бразилия идет в разрушение. В разрушение. И что мы не узнали, когда уехали оттуда. Ты знаешь, так поехали. Тут должно быть очищение. Тут чистое сознание должно поработать. Тут, мол, не смотать сначала в эту статую Христа. А потом смывает это все вместе с фекалиями. Надо, чтобы почистило грязно здесь. Поехали. Уехали, и оно почистило, смыло. Я тоже так хохотала. Думаю, блин, прилетели, и тут же все это смыло. Да, да, да. Тогда же уехали. Мы уехали 13-го, 15-го должен был начаться карнавал. 14-го началось там наводнение. Правильно? Правильно? Дожди пришли, ливни пришли, и все помыло основательно. Фекалии смыло. В океан. Как шанс появится, как шанс. Теперь начните заново, да? Кстати, у меня Саша до сих пор шутит. Ведь фекалии куда текут? Они же текут в океан, да? И там океан на этих пляжах. Как Акабана. Блин, там дурных денег стоит, чтобы там пожить. В пятизвездочном отеле на берегу этого пляжа Капакабана. И заходишь, а вода темная и мутная. Объясняй это дождями, чем угодно. Но рядом, там чуть-чуть в сторону этот Бузио, 160 километров. Но там же чистая вода. А здесь просто конкретная грязь. Ну и, соответственно, запах. И Саша до сих пор говорит, вода с Рио. Как тебе вкус воды с Рио? Вода с Рио, она пахнет Рио. С Рио. И пахнет с Рио. С Рио. Это, конечно, капец. Но это весело. Знаешь, хорошо вот так к туристам. Приехал, побыл и уехал, да? И вот сейчас вспоминаешь это все с таким Стёбом. Кстати, вот заметь. Такого количества алкоголя, продаваемого на улицах, сколько там продают. Я не видела ни в одной стране. То есть вот и даже вечеринки эти, которые тоже выложила в интернет, эти наркотические, да? Да, что же. Где вот эти играет музыка, и там пару этих вот дергаются. И дальше просто ряды алкоголя. И просто сока ты не купишь. Тебе обязательно туда должны добавить их каша с этой самогонки, еще чего-то. Но это бесконечное количество алкоголя. И там одна молодежь. И ее просто спаивают. Это полная деградация. Вот уж где нету ни государства, ни правительства, ни никого нет. Нет головы. Нету головы вообще. Нет мозгов. Мозги смыты. Там конкретно идет деградация. И она уже... Остановить ее сложно очень. Даже невозможно, я бы сказала, остановить. Но при этом, смотри, это одна из очень развитых экономик Южной Америки. Экономика там на взлете. И сейчас достаточно сильно развивается. Но как, экономика развивается. И с производства таких более-менее нормальных там только Volkswagen. А если взять, там нету ни атомной энергетики, там нету вот глобально того, что бразильцы могли бы похвастаться своими какими-то крутыми брендами. У них нету. И даже производство. Вот смотри, я смотрела на их одежду. Я смотрела на их там... Они там рассказывали про крокодильную кожу и так далее. А качество? Ты берешь и понимаешь, ребята, это кустарщина. Тут от этого вот голомарта российского более качественные вещи. Это, знаешь, как попытка на рекламе их поднять. Примитивность. Примитивизм вот этот. Примитивизм. Обман. Вот он обман. Примитивизм. И попытка как бы через обман поднять, через ложь поднять государство, да. А так не поднимешь, от себя не убежишь. Если интеллекта нет, и он вот просто... Его нет. То ты его... Ну, никак. Пока этот не захочет сам, пока тело не услышит, да. Пока не захочет сам подниматься, народ развиваться. Что мы и видели. Пока не увидит. Что мы и видели. Наш водитель, который возил, он же тоже вышел из нищих районов. Из нищеты. Из фавел. Но он не хотел быть в нищете. В итоге он научился хорошо водить машину, участвовал в гонках, победил в соревнованиях. Потом купил автобус. Там вкладывал, вкладывал. И на сегодняшний день он человек состоятельный. Он человек респектабельный. По нему видно. Но он вышел из фавел. Но он хотел выйти из фавел. Это то сознание, которое хотело. Которое хотело. А большинство ж просто уходит в наркотики, в лень, в деградацию и все. И перегной. И так тепло, и не надо одежды, ничего не надо. Он лег на асфальт прямо, лежи. Вот там было наглядное пособие, которое говорило, насколько важно, чтобы в обществе был средний класс. Да. Конкретно. Вот это просто зеркалом было показано. Средний класс в обществе, насколько важен. Иначе... Чтобы он был проявлен. Именно не спрятан, а проявлен средний. Это и есть вот этот костяк, который держит... Который держит культуру, искусство, образование, медицину и так далее. А иначе все, все разлетается. Как магнит, как этот ядро, которое удерживает, удерживает всю систему. Да, всю систему держит на себе. Середина. Вот эта середина, а у них этой середины нет. У них получается часть, очень большая часть, до половины, до третьей нищеты. Между третьей и половиной, наверное, нищета, а остальное богатое. И середины как таковой-то и нет. Она просто вывалилась. И середина, если есть, то она, наверное, где-то в лесах, в Амазонии, там. То есть там не работать невозможно. Змеи закусают, крокодилы съедят. А вот именно братья, если города, то в городах отсутствует вот именно этот средний класс. Он ушел в джунгли. Он вынужден выживать. Опять-таки в сельском хозяйстве там немножко другая история будет. А в крупных городах, конечно, это поразило. Очень сильно, очень впечатлило. Очень сильно вот этим прям явно выраженным отсутствием среднего слоя. И оно настолько, как показатель было, что отсутствие среднего слоя приведет всегда к разрушению системы. Всегда. Это деградация общества. И пока есть средний слой, он удерживает. Это как средний слой. Это то сознание, которое в теле. И если сознание в теле невидимо, то есть покидает его, то тело рухается. То есть оно умирает. Оно умирает. Это об этом. Средний слой – это то сознание, которое удерживает всю систему. Именно удерживает тело в развитии. Либо в движении в нищету, либо в движении в богатство. Но это в любом случае движение сознания. А если нет этого сознания, нет среднего слоя, тело мертвое. Ну, видишь, тогда это тело, оно становится выгодно заокеанским господам. Конечно. Как и там. Пустое тело, зомби ходят, и ты можешь управлять. Да. И там точно так же эта страна становится выгодна Америке. Точно так же она становится выгодна другим государствам. И даже по религии. Я уже в конце, когда мы уже ехали в последний день в аэропорт и остановились в этом новом базилике. Этот храм, который считается одним из католических причисленных. Прямо все туда паломники валят. Да. Все паломничество туда. И вот я тогда зашла. Я опять-таки ролики снимала. У меня был шок. Ребята, этому храму меньше 40 лет. Историк о культурной ценности он не представляет. Росписи какой-то, еще чего-то красивого реально нет. Ну, какие-то витражи сделаны. Дальше, все, что касается мифа дизайна, классика жанра. Нашли в море статую без головы. На следующий день голова. На третий день случился улов. О, святая статуя помогла. Смотрю на эту статую. Вот такая статуэтка там под стеклом стоит. Вот рукотворное полностью произведение. Ее надо было закинуть в океан. Дешевый миф. Дешевый миф для барана. И все покупают эти статуи. Все молятся. И все четко выносят Бога из себя. И дальше. Как сами молитвы идут. Сами лица специально снимало людей. Вот смотришь, пустота. Пустые глаза. Все. Отключенное сознание. Полностью отключенное сознание. А концовку даже. Я на ролике это проговорила вслух. Концовка. Вот ровненько. Они все стали. Да-да, лозунги там на своем языке звучат. Но если ты ловишь интонацию и возьми интонацию с 33 по 41 год, как в Германии этот товарищ распинался, интонация один в один идет. Вот вообще еще руку выбросьте, ребята. И все. И эта толпа пойдет за вами. И все. Они под гипнозом. Да-да-да. Что новый хозяин скажет. Капец. И понимаешь, дешево-дешево. Вообще развод на пустом месте. Вот он массовый гипноз. Да. Вот оно, когда сознание не развитое. И оно вообще в отсутствии. Отсутствует. Да. Но при этом смотри, как выкручено с другой стороны. Там специально сделана отличная стоянка для автобусов. Бесплатные туалеты. Ты там можешь купить какие-то сувенирчики, пока толпа пройдет в туалет. Кстати, туалетная бумага везде. Все. Удивительно культурно. Кстати, во всей Бразилии с туалетами был порядок. Не было ни одного места, чтобы был беспорядок с туалетами. Ну, вы его не видишь. Они молодцы. У них туалеты шикарные. Только почему-то срут на улице. Потому что... Потому что туризм отличается от эмиграции. Туалеты для туристов. Да. Знаешь, где останавливаться. Да. Не путай эмиграции с туристом. Но я вообще очень довольна, что мы побыли в Бразилии. Классно, да. Очень интересно. Очень. Это нужно было. Смотри, сколько мы с тобой выводов сделали из этого. Да. А смотри. А тот же самый Бузез. Роскошь. Опять-таки, как на роскоши делаются деньги. Вот когда мы приехали в пляжную часть, которая на пике этого полуострова находится, там, где самые дорогие отели. И она тоже выкладывала вечер. Мы приезжаем туда на Тарантайке, на своей, что арендовали, заходим на пляж. И я ожидаю пустынные пляжи. Там же пятизвездочные отели все находятся, да. И я ожидаю, что там будет пустыньо. Ты знаешь, это больше, чем в Анапе. Анапа пустынный пляж. У меня сперва был шок. Мы там даже купаться не стали. Саша стоит, говорит, это будет почти сырье. Только, говорит, если бы это было сцилон. Какой смысл? Поехали, нормальный найдем. В общем, опять-таки, реклама, красивые места, пляжи к отелю. Там все красота. И забито все. Просто капец. И в то же самое время ты можешь арендовать машину, отъехать буквально 500 метров в сторону. Будет пустынный пляж с розовым песком. Водичка прозрачненькая. Все, что хочешь. То есть, любой каприз. Полуостров большой, можно кататься где угодно. Природа там красивая. Природа обалденная. Вот там вот именно природа, она прям такая насыщенная. Она, видишь, тепло и всегда дождик. И он теплый. То есть, либо ливнем, либо просто дождиком вечером. И вот это дает прям невероятно. Природе, конечно, очень хорошо. Вот эти калибри, птички. У меня так они впечатлили. Я сначала не поняла. Так, ну, вообще. Понимаю, что калибрички такие классные. И смотри, там не было нищих. Там не было бедных. Не было. И дома там все были хорошие. Там дома все хорошие. Улицы чистые. Да, да. Там не было грязи. Насколько ее не могло не быть. Но, во всяком случае, уже вот такого, как в Рио-де-Жанейро, там не творилось. Вот ты отъехал от крупного города, и там был порядок. И там было достаточно комфортно. Знаешь, что меня еще удивило? Что у них в магазинах кофе в зернах не было. То есть, в одном крупном магазине. Ну, не везде. И в одном крупном магазине я нашла. А так, в принципе, как у нас везде лежит, у них не было. Более того, когда я покупала кофе в зернах, меня на кассе три раза переспросили, вас точно устроят зерна? Это не молотый кофе. Я говорю, точно меня устроят зерна? Я их искала. И у меня удивление было, почему в Бразилии кофе в зернах люди не любят, а покупают молотый. И, кстати, сортов очень мало представлено было. То есть, вот так как у нас ты заходишь, и кучи европейских сортов нет. У них там два или три марки лежат, и все. То есть, такого, сказать, выбора не было. И ценник недешевый. То есть, такое ощущение, что страна просто валит все на экспорт. И у себя, ну, зато у них этот чай Гуарама обалденный. И мате, и эти напитки Гуарама у них очень вкусные. Все, что наркотическое. Ну, оно не наркотическое, но конкурент Кока-Колы. И вытеснил Кока-Колу с рынка. Кока-Кола стоит, но население ее не пьет, а пьет Гуараму. И мне тоже Гуарама больше. Ну, она натуральная. Она не на химии. Ну, я просто к тебе к тому, что здесь все на этом построено. Да, все на этом. Несинтетическое. Еще знаешь на меня, что произвело впечатление, был момент впечатления, это рынок. Недалеко, который был от Рио-де-Жанейро, как этот город назывался, не помню. Я тоже не помню, как город. На Н как-то. Но там рынок морепродуктов. Меня он очень сильно впечатлил, потому что мы на рынках морепродуктов были в разных странах. Везде вонь, везде грязь, а здесь чистота. И все свеженько. И все свеженько. Такое чувство, что все время там постоянно обновления, обновления. Там такая рыбка, там такие морепродукты. Я это вот забыть не могу. Если бы это было где-то, где мы жили, то, кажется, я бы все попробовала. Абсолютно все. Причем такое красивое, такие красивые эти морепродукты. И размеры лобстеров. Вот меня впечатлили размеры. Мне казалось, больше, чем на Кубе, нигде нет. А здесь... Да, впечатление. Впечатлило, конечно. Ой, мне все хотелось там из моря. Там, конечно, они... И ценник у них. И свеженькая, красивая. И ценник какой вообще. Ценник капешный, да. Ценник капешный. Мне кажется, я бы мясо не ела. Я под дурь рыбу ела. Там прям такая рыба. Вот это, наверное, первая страна, где рынок морепродуктов прямо, вот его туда рыбаки сгружают. И оно сразу идет в лед, сразу идет в чистоте, нету грязи, нету вони, нету порченого. Да, воня нет. Вот воня вообще нет. И убирается. То есть ты проходишь, и пол тут же проезжает, убирают. Конечно, офигенно. Для рынка морепродуктов был шок увидеть. По сравнению с той грязью на улицах, ты видишь вот это и понимаешь. Это просто кто-то организовал хорошо бизнес. То есть, опять-таки, это средний класс тот припрятанный, который смог где-то. Либо уже люди богатые все-таки. Там обороты будут большие. Скорее, может быть, да. От среднего уже к богатым. Да, да, да. Потому что там, да, рынок, я его долго не могла забыть. И все-таки я забыла. А ты мне сейчас напомнила. Видишь, я опять. Потому что меня он впечатлил. Много, много впечатлений. На самом деле, очень такой след яркий Бразилия оставила в памяти. Я очень радовалась, что мы уехали до карнавала. Буквально не дождались его пару дней. Потому что не пережили бы сам карнавал. Хватило репетиций. Вот. И мне... Ну, вообще, мне очень понравилась поездка. Как она сложилась. Конечно. Четкое видение, что в твоей реальности то, что у тебя есть в голове, то ты видишь. Даже в Стамбуле. Если мы в новостях видели, что там аэропорт забит, что там землетрясение, что все там страдают, что не выводкнуться. Нигде не было ни препонов, никаких проблем, ничего. А еще я смеялась, и Вова говорит, спасибо, подсказали. Буду знать, надо будет поменять на новый паспорт с айди-картой. Ну, айдишный паспорт. Потому что можно получать интернет дважды, один раз на паспорт, бесплатно второй раз на айди-карту. То есть на обычный паспорт. Ты один раз имеешь интернет бесплатно. На этого аэропорта. На этого аэропорта. Вот так два раза. То есть для туристов полезная такая штука, если паспорт идет с картой. Ну, мелочи такие. Вообще понравилось. Турецкие авиалинии очень понравились. Очень. Ну, видишь, турецкие авиалинии, они, когда они из Европы, разница чувствуется очень большая. То есть когда здесь, это земля и небо, когда у нас. А когда Европа, вот Литва, то очень-очень. Во-первых, самолеты новые. Обслуживание идеальное. Еда другая. Еда совершенно другая. Подача еды совершенно другая. Там все в посуде. Вилки-ложки это в посуде. Если и вино, пожалуйста, пей. И оно не наливается тебе, а оно в бутылочках маленьких. То есть, ну, все очень-очень-очень красиво. Красиво. Они сейчас не хуже королевских авиалиний. Они сейчас не хуже французских авиалиний. Они составили достойную конкуренцию. Очень достойно. И самолеты. Ты выходишь из самолета, все чисто. После пассажиров остаются чистые салоны. Потому что вот воспоминания, когда в Доминикану летели с украинскими авиалиниями, то это грязнее самолетов я в жизни не видела. Ты идешь и просто ты понимаешь, что идешь по свалке. Вот выходишь из самолета, когда уже прилетели, ты идешь натурально по свалке. Да. А это действительно... Это вот, знаешь, неуважение к самим себе на самом деле. Да, да, да. Это свинство. Да. Если там дальше рассуждать, то оно сразу все становится очевидным. Вот. А вообще, да. И мне очень понравилось в Стамбуле, когда нас поселили в отель в Стамбуле, да, от аэропорта. Какой отельчик классный, красивый, да, пересадка 14 часов, и тебе туркиши предоставляют пятизвездочный отель на ночевку, где есть все. Где, если ты даже что-то забыл, тебе не надо бежать в магазин и это докупать. Все на месте есть. Очень, очень понравилось. И вообще, путешествовать, это невероятно полезная вещь для сознания. Сознание очень сильно расширяется. сознание начинает развиваться, именно расширяться. Видя территории за пределами себя, да, ну, своей территории. И это круто. И всегда интерес появляется. Интерес жить, интерес расти, интерес еще что-то, еще что-то. Это обмен, обмен. Это есть развитие. А когда все это зажимается в рамках, ну, то это... И ты знаешь, когда возвращаешься домой, это как возвращение к себе. Ты успеваешь соскучиться, ты видишь, где у тебя плюсы, где минусы, ты осознаешь ценность того, что ты имеешь. И вот сколько раз я летела домой, мне всегда хотелось домой, и я осознавала ценность своей земли, ценность своей страны, ценность своего общества, ценность своего города. Ценность того, что имеешь, и ты при этом еще приносишь то, что ты понимаешь, чего тебе не хватает, что тебе еще надо, чтобы... То есть у тебя любовь к своему дому, да, и при этом желание его развить. То есть ценность своего дома и развить. То есть, да, не как бы унизить, да, свою территорию, а именно желание украсить. И ценность при этом того, что имеешь. То есть домой хочется. Приезжаешь домой, так хорошо, хорошо. И при этом приносишь что-то, привозишь что-то новое для себя, что почерпнул. новые идеи открытия, путешествовать надо. Путешествие, оно обрезает старое, обрезает, вот ты как вязнешь в каких-то передрязгах, проблемах, там, задачах и так далее. Ты крутишься, живешь, живет, вот эта монотонность, она затягивает, ты становишься роботом. А путешествие раз и обрезало все проблемы, и ты улетел. И потом ты возвращаешься, и ты на все смотришь по новым, новыми глазами. Это по образу и подобию озера или реки, озеро и болото, да? То есть, когда ты ограничен и ты не выходишь за пределы, то есть ты зажат, это превращается в болото озера. Нет обмена. А когда вот это вот дыхание, то есть ты вышел, вернулся, вышел, вернулся, вытек, втек, вытек, втек, и вот оно дает жизнь, дает чистоту, дает красоту. Жизнь, дает жизнь. Жизнь, кайф. А болото, оно втягивает. Вот что. Да? Да. Ну и классно побыть. С семьями побыть, с новыми людьми побыть, в новых условиях побыть. Я очень люблю путешествовать. Это вообще прям мое. Мне нравится общение с людьми, очень нравится. Наблюдение, общение, обмен. Классно. Да? При этом смотри, ты видишь, даже как в обществе, вот смотри, в той же самой Бразилии, даже, казалось бы, нищие, бедные, ленивые где-то и так далее. У нас случился инцидент, когда мы поднялись на гору, на смотровую площадку, и потом решили посмотреть, как же устроена машина, вот эта арендованная, двигатель, Саша поднял, капот, и оказалось, что двигатель спереди у нее вак, а двигатель сзади. Но в тот момент, когда он начал там рассматривать это все в машине, мимо проезжала машина бразильская, и бразильянец выскочил, остановился, выскочил, быстренько подбежал, говорит, я сейчас помогу, не заводится, проблемы. Мы объясняем, не-не-не, у нас все хорошо, мы открыли посмотреть, но меня тогда очень сильно впечатлила вот эта доброжелательная спросительность, отзывчивость. То есть, они увидели туристы, они увидели, что у туристов поднят капот, или там багажник, да, оно у нас и то, и другое поднималось, вот, потому что мы не знали, где мотор. Где зад, где перед. У машины. Багажник был спереди. Да, вот. И вот эта готовность людей прийти на помощь, помочь, они думали, что машина сломалась, тогда тоже впечатлило. И мы даже сразу не поняли, это я по тому же, к вам говорю, смотрите, вам человек помогает, вы объясните, что с машиной все хорошо. Вот. То есть, вот это тоже впечатлило. А вообще, паразильцы очень отзывчивые, очень добрые. В отелях там, на Вузе, вообще были очень отзывчивые ребята. И меня удивило количество фруктов, которые у них есть. То есть, и соки, и фрукты мы попробовали далеко не все. И даже названий большинство, я не знаю, что мы ели. То есть, вот, чтобы даже сказать, что такой фрукт мы ели, ты его названия не знаешь. Названия, да. Да, просто. А у них еще есть соки, а у них еще есть мороженое с этим, а у них есть еще. То есть, и это все невероятно. Очень много растительного происхождения, там, вкусных вещей. Действительно, райская часть света. Если бы там была чистота, хороший уровень образования, там, и так далее, наверное, люди бы стремились туда уезжать. А так, видишь, есть, даже вот белорусская, про которую рассказывали, которая влюбилась, уехала и через год вернулась обратно. Потому что ты привыкла к безопасности, ты привыкла к хорошему уровню образования, к хорошей медицине, ты привыкла к совсем другому. И ты не ценила, живя здесь. Поэтому вот, если ты выедешь так на 2-3 недели трезво посмотришь, то, может быть, у тебя здесь не так плохо, как ты привыкла расставлять пальцы веером. Тут тоже такой момент. Показываешь, что бразильцы английского не знают. Да. Вот это прям удивительно. А не только свой португальский. Ты знаешь, удивительно, что они не распознавали русский язык. Они все время не могли понять, откуда мы. И их очень сильно впечатляло, когда мы говорили. В Беларуси они вообще не знали, что это такое. А когда говоришь, ну ладно, Россия. Тогда они слышали. Они тогда, а-а-а, и у них было такое безумное удивление, шоковое. То есть, так мало россиян бывает в Бразилии, не поверю. То есть, вот эта реакция, конечно, меня удивила. Ни в одной стране мира русский язык не было такого, чтобы его не узнавали. А здесь вот было такое шоковое, что его не узнавали. Иногда слышала, что задавали вопрос французы, они как бы не могли, они щупали. Они щупали, не знали, какой язык. Никак не могли. И вот они английский язык не знали. Вот это удивительно тоже было. Ну, молодежь и то, и то редко, редко, которая знала. Но при этом, смотри, какое у них было желание общаться. Они говорили по-португальски, мы говорили по-русски, где-то по-английски, и мы друг друга понимали. Настолько было живое общение, настолько желание было друг друга понять, что все равно было понятно. Язык просто слетал. но это больше на эмоциях. Потому что включалась эмоция, какие-то движения, жесты, изъяснения, когда все тело объясняет. Капец. Ну, в принципе, мне понравилось. Мне особенно понравилось на машине путешествовать вот по этому полуострову. Поэтому там было много живого общения и купания и всего остального. Даже было прикольно, знаешь, мы в одном месте припарковали машину, и ушли. Но так как там склоны гор, вернулись назад, я думала, что это муж постебался. Я тогда впервые решила сесть за руль этой тарантайки. И я выезжаю, раз, заглохла. Думаю, нифига себе. Ну ладно, я второй раз больше газку выехала. Из-под колеса вываливается кирпич. То есть, они позаботились, чтобы машина не укатилась. Мы не положили кирпич, а они колеса подперли. А я приехала, пришла, что я не знала, что колеса подперты. То есть, сами бразильцы позаботились, чтобы эта машина не укатилась. Они знают про Рехи. Про Рехи, да. А мы, видишь, передвигались на такси. Мне очень нравилось на такси, потому что ты независим, и тебя привезли так хорошо, и такси очень доступное по цене. Очень доступное. Куда хочешь, можешь. И много. Да. Вот, кстати, что тоже удивило, что у них очень много такси. Просто дурное количество такси нигде. Ни в одной стране я не видела. Вот едешь по городу и по Рио, потому что такси, 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 сплошное такси. Не на своих машинах люди передвигаются на такси. И оно по цене вообще... Вообще классная поездка. В следующий раз соберемся куда-нибудь еще. И они против даже с этой компанией опять посотрудничать. Хорошая компания. Интерлюкс. Хорошая компания, хорошие переводчики, хорошие гиды. Гид очень классный. И тот бразильский, и этот гид хороший. Да, и бразильский. Да. И наши, вообще молодцы. Молодцы ребята. А наш так вообще меня умничка еще и стихи сочиняет. Вообще. Парень из Лиды. Свой чувак. Белорус, да. Вообще классная поездка была. Да, да. Лиды. Молодцы. Да. А installer 편. Ох, да. Режиссар. Эploy.